Добрый день. На прошлой выставке вы выступали под лозунгом «Хайм не должен быть дорогим». Это ваше кредо или рекламный ход? Это и кредо, и рекламный ход, потому что мы занялись собственным производством. Сейчас у нас есть производство мощности в Латвии, корпусное производство, замкнутый цикл, поэтому мы можем предложить нашим клиентам намного больше заменящие деньги, так как у нас собственная деревообработка, качественные, очень хорошо сделаны корпуса и, соответственно, очень высокое качество изделий. Поэтому наша цена… Мы можем себе позволить продавать намного меньше. Вот это все. Аудиомания управляет магазинами в Москве и Санкт-Петербурге. Что позволяет вам чувствовать себя уверенно в нынешние непростые времена? Ну, времена для Hi-Fi они всегда непростые. Это и 5 лет назад, и 10 лет назад, может быть, 20 лет назад, когда только начиналось, они были простыми, а все остальное время они были непростыми. Вот. Но мы предлагаем нашим клиентам достаточно качественные решения, очень много различных сервисов, очень много интересных предложений. Развиваемся как и в салонах, так и в дистанционной торговле наших клиентов, которые живут далеко. Поэтому это позволяет нам все время улучшать качество наших работ и, соответственно, клиенты нам благодарны и голосуют рублем за это. Аудиомания осталась завсегда в Москве Хайншоу. Вы одна из немногих компаний, не пропустившие ни одной выставки. Чем вас привлекает формат данной выставки? Ну, нам нравится, прежде всего, камерность этого мероприятия и настроенность его на качественный стереозвук. Это очень-очень важно, потому что на многих выставках демонстрируются домашние кинотеатры, а нам тоже очень нравится демонстрируют качественные стерео. И это очень приятно, и поэтому я думаю, что данный формат будет развиваться, потому что люди хотят не столько увидеть, сколько услышать качественный звук на выставке. И этот формат мероприятия позволяет это сделать. Что бы Вы хотели пожелать или посоветовать посетителям Москве Хайншоу в ходу правильного выбора аудиоаппаратуры? Ну, на мой взгляд, людям нужно больше слушать в первую очередь себя, не различных специалистов, которых очень много, и слушать системы различные и, соответственно, сделать правильный выбор. Естественно, найти правильного консультанта, который бы помог определиться с выбором всей системы, подобрать, услышать ее и, соответственно, подобрать качественный звук. Именно тот, который нужен человеку для себя самого, а не для кого-то другого. Спасибо. Спасибо Вам.